Всем привет! Сегодня вместо традиционной программы «Реальная журналистика» на моём канале я бы предложил вам посмотреть одно интервью. Интервью это было записано несколько дней назад с моим коллегой, блогером Пашей Ивановым. Кто-то, безусловно, его знает. В чём причины? К самому Паше у меня никаких претензий нет, несмотря на разницу во взглядах. В наших взглядах по некоторым вопросам, мне показалось, мы друг друга поняли и, в принципе, мы нормально общаемся. Поэтому проблема возникла в другой момент. Уже после публикации данного видео на канале у Павла появилось энное количество людей, считающих себя приверженцами левой идеи, которые начали писать комментарии, которые начали присылать какие-то сообщения мне. И я понял, исходя из этих сообщений, что среди левонастроенных граждан есть люди, которые очень напоминают запутинцев, не желающие принимать какую-либо вот иную точку зрения, кроме своей собственной. Причём это касается ключевых, очень важных вопросов для меня, в том числе именно поэтому я бы предложил вам посмотреть это интервью, потому что, повторюсь, многие его не видели, а уже в ближайшем выпуске нашей программы «Реальная журналистика» вот эти вот все вещи мы бы озвучили. Хорошего дня! Добрый день, дорогие друзья! Представляю вам известного блогера с канала «Реальная журналистика» Александра Маненкова. Привет, Саша! Привет, дорогой привет зритель! Я, кстати, не просто блогер, я, между прочим, у меня официально зарегистрированное СМИ, я его зарегистрировал в Роскомнадзоре, есть выписка даже из реестра. Сейчас по судам бегаю, кстати, очень помогает. Поэтому всем своим коллегам всегда говорил, регистрируйтесь официально, облегчит жизнь. Как-то так. Слушай, у тебя канал существует дольше, чем мой. В чем вот ты видишь вообще смысл блогерской деятельности? Ты профессиональный журналист, у тебя, наверное, видение какое-то свое, да, отличное от меня, я школьный учитель. Зачем все это? Зачем мы это делаем? Ничего не меняется. Я левак, ты либерал, да, у нас там разные позиции. Но мы часто говорим об одних и тех же вещах, о тех проблемах, которые нас окружают, потому что, блин, какие бы взгляды ни были, нам все жить в одной стране. Я надеюсь, что какая бы власть там не пришла после действующей, то не будут там, не знаю, либералы устраивать массовые репрессии. Я надеюсь, что левые не будут устраивать массовые репрессии, просто, знаешь, выдавливая из страны всех недовольных, несогласных. Я надеюсь, что то, что мы наблюдаем сейчас, это последние такие репрессивные времена. А зачем, зачем вот это вот все? Как ты видишь цель блогеров, задача наша в чем? Ну, знаешь, у меня, во-первых, мы с тобой примерно в одно и то же время возникли, как раз где-то в начале 16-го, да, в середине 16-го, может быть. Слушай, у меня ровно на пенсионную реформу, то есть на 18-й год. Ну, может быть. Вот. Почему? Я долгое время работал в разных СМИ, а потом однажды я попал в черные списки во всех СМИ, ну, потому что так получалось, не хотелось играть по тем правилам, которые предлагались, пытались вот такими обходными путями. Мы с моими коллегами еще тогда, последние СМИ, в котором я работал, это был канал ТВ-центр, но в конце концов нас закрыли. А хотелось как-то людям рассказывать, что происходит на самом деле, как вот это вот все возникло, возникло случайно. Я попал в черные списки, никуда не мог устроиться, но тем не менее другого я ничего себе, ну, по большому счету делать не умел. И мне подсказала просто дочка моего друга, а ей на тот момент лет 15 было, она говорит, так создай свой блог, за интернетом будущее, все получится, все хорошо. И я думаю, не мне одному подсказали, хотя я к этому относился так, ну, господи, какой ты Ютуб, зачем кому это все надо? Вот. Попробовал, начало получаться, оказалось, что люди, они действительно нуждаются в какой-то объективной информации. Я не буду говорить, я не люблю слово «правда», потому что «правда» ее не существует. В принципе, правда у каждого своя, ты вот только что сказал, да, разные политические взгляды у нас с тобой, и, в принципе, то, что ты считаешь правдой. Я могу не считать правдой, хотя умные люди всегда друг с другом договорятся. Но, по большому счету, вот спрос на объективную информацию есть, тем более, что ее совсем не стало, ее и тогда уже не было. Почему я и название-то вот это вот выбрал, реальная журналистика, потому что по всем каналам только об Украине, да, или о Путине. Я даже вот тогда написал, что мы не говорим здесь об Украине, мы говорим о том, что вот происходит в нашей стране, в нашей России. Потому что мы живем здесь, ну, тогда я просто не знал, что случится 24 февраля 2022 года, и я хотел вот просто для людей доносить какую-то объективную информацию, которая касается их, а не вот эту вот ерунду. И я смотрю, что, в принципе, по сей день это востребовано. Люди просыпаются потихонечку, медленно, тяжело, но просыпаются. То есть мы работаем не просто так. Если даст Бог, да, вот вернешь мозги на место хотя бы двум-трем человекам за день, за неделю, Бог с ним, за месяц, это уже большое дело. Что ты подразумеваешь под словами «вернешь мозги человеку»? Что такое человек разбуженный? Чем отличается человек разбуженный? Вот какие, не знаю, там базовые критерии, что человеку надо донести? Слушай, ну базовые критерии, они у тебя и у меня, я думаю, одинаковые. Мы живем в одной стране, да, как бы на одной планете даже Земля. Вот то, что сегодня происходит, нам всем говорят, вот весь мир против нас, все враги, мы одни, молодцы. Ну так не бывает, ты живешь в социуме, ты живешь среди каких-то соседей, да, и ты должен с этими соседями, ну как-то пытаться ужиться. Не может быть такого, что все шагают не в ногу, а ты один шагаешь в ногу. К тому же, ну сколько там россиян, 140 миллионов человек, среди 8 миллиардов населения, ну это 2% всего, это не такое большое количество. Ну вот тут надо, наверное, жить, вот считаться с интересами других людей, так же, как мы считаемся с интересами друг друга, да, вот я бы там выше, ты сказал о политических взглядах, у тебя одни политические взгляды, и ты имеешь на это право. У меня другие. У кого-то, кто нас сейчас смотрит, совсем третий, это же не значит, что мы глотки должны друг друга перегрызть. Есть такая штука, как дипломатия, сели и договорились. Вот, ну а то, что я считаю нормой, то то же самое, что и ты, наверное, да, человек должен жить, а не выживать, как у нас, к сожалению, в стране уже 30 лет происходит. Вот нормально, в любой другой стране человек ходит на работу для того, чтобы зарабатывать деньги, для того, чтобы тратить эти деньги на себя, то есть использовать их во благо себя. У нас же человек ходит на работу для того, чтобы не сдохнуть с голодом. Да, человек получает образование для чего? Для того, чтобы двигаться куда-то по жизни, для того, чтобы развиваться дальше. У нас человек получил образование, сегодня и таскается вот с этим рюкзачком, Яндекс.Еда, там, или Деривери Клаб, еще какая-то. То есть образование совершенно не ценится. Умные люди никому не нужны. Вот, и мы приходим к тому, к чему приходим. У нас сегодня попали под санкции, скоро летать не на чем будет. Я вот часто летающий пассажир, потому что у меня огромное количество командировок случается. Меня этот вопрос очень здорово интересует. У нас нет своих самолетов. А были? Еще недавно были. У меня вот есть один знакомый, кстати, будешь смеяться, единоросс. Вот он мне как-то жаловался. Он сейчас замгубернатором Челябинской области работает. Как сказал Задорнов, они единороссы, когда вместе собираются, они какие-то сумасшедшие. А по одному нормальные ребята. На самом деле рассерженных единороссов очень много. Вот эти же нашисты, молодогвардейцы, им 15 лет назад рассказывали. Я сам участвовал в такого рода собраниях, заседаниях. Молодежный парламент района меня туда впихнули когда-то. Им говорили, давайте, следуйте линии партии. Вы там через 5-10 лет будете главами районов, префектами, мэрами куда-нибудь вас отправим. Какая-то карьера. Максимум, до чего их всех пустили, это вот глава района. Все. Даже депутатам Московской городской думы, не то, что Государственной думы, их никого не пускают. И вот эти единороссы, вот эта система, она тоже вошла в свой логический тупик, потому что она настолько забюрократизировалась, настолько разрослась, что стала абсолютно неповоротливой даже для собственных членов. Чего уж ожидать простым людям от нее. Нет, ну ты же понимаешь, что не чиновниками едиными. Я-то имею в виду, в общем и в целом, вот сейчас, когда мы попали под санкции, начали вскрываться все вот эти вот гнойники самолетов своих нет, хотя еще в 2010 году, вот я там не закончил, рассказывал, разговаривал с этим чуваком, а он, вот у него хобби, он увлекается авиацией. Он очень глубоко в этой теме, он очень глубоко ее изучает. Он говорит, ты не поверишь, Советский Союз нам такое наследие оставил. Они там самолетов наизобретали на 50 лет вперед. То есть мы могли ничего не изобретать, просто собирать эти самолеты, которые они там в конце 80-х еще придумали, и они бы шли в ногу со временем. Но мы, говорит, столкнулись с той проблемой, когда выпускники Бауманки приходят, они прочитать эти чертежи не могут. Вот такое у нас образование. Мы дедов с пенсии вызываем, чтобы они нам прочитали вот эти вот чертежи. А как оказалось, читали тоже просто так, потому что все деньги разворовали и ничего не создали. Вот вчера проходила, по-моему, информация, МС-21, сказали, вот этот вот самолет, который они обещали там со времен царя Гороха, там сразу после суперджета, который начали создавать, оказывается, что еще откладывается на какой-то неопределенный период времени. И вот туда ни копни, везде так. И вот везде так. Они будут его собирать, но он будет в следующие 15 лет нерентабельный, и даже они не знают, что с этим делать. Слушайте, ну всегда создание целой отрасли, но это, блин, это не быстрое дело, и это, в принципе, нормально. У них уже мозги как-то работают, вот чисто бухгалтерские. Вот деньги должны лежать на счету. Если деньги потрачены на какой-то завод или на больницу, то это плохо, это дебет с кредитом не сходится. Ну вот это тоже идиотизм. Даже воры, уголовники, криминалитет в свое время додумались до того, что общак, он не должен лежать под корягой и гнить. Деньги должны работать, они должны где-то крутиться. Это огромный маховик, да, экономика. То есть поэтому даже бандиты из 90-х начали создавать какие-то, открывать какие-то банки, казино. Рестораны, что-то еще. А чиновники, вот ты посмотри, мы с тобой через день читаем, задержали какого-то чиновника, у него там нашли несколько комнат с наличными, там или тонны каких-то часов. То есть у них не хватает мозгов вот эти украденные деньги во что-то вложить. Они просто лежат, гниют, они не работают на развитие экономики. И вообще, что касается экономики, она у нас сегодня настолько деградировала. Буквально вот сейчас готовлюсь к новому выпуску программы. Ну, пару недель назад, может быть, ты читал, да, история по поводу Почты России, которая по итогам 2022 года умудрилась нахлопать долгов 130 с чем-то миллиардов рублей. В 2022 году Почта России. Крупнейшее логистическое предприятие на территории бывшего СССР, даже не в России, а на территории всего Союза отделение Почты России есть в каждой дыре, в каждой деревне. Там белка на дереве сидит, а отделение Почты России стоит. Как в эпоху торговли в интернете, бум, торговли сегодня. Мало кто ходит в магазины, ну, в крупных городах, во всяком случае. Сегодня все пользуются покупками через интернет. То есть для Почты России настало самое золотое время. Они могли об этом только мечтать еще 20-30 лет назад, а они убытки терпят. Почему? А потому что у нас у руля Почты России стоит чиновник. Потому что хозяина нет, потому что чиновнику наплевать. Чиновник, вот он на пару лет его посадили туда, он что-то порулил, это не его предприятие. И он насрал на него, прости меня, наплевал на него 48 раз, и у нас везде так. У нас нет хозяина. Вот вы, левые, часто говорите, вот капитализм, вот до чего довел страну. Да не было у нас никогда, капитализма в России не было. У нас такой, был в советское время, такой термин возник, может быть, помнишь, хозрасчет. Это уже сам по себе, да, само по себе извращенное такое, какое-то понятие. Что такое хозрасчет? Хозяин оставался государством, ну, в смысле, государство оставалось хозяином того или иного предприятия, а директорам сказали, а вы, значит, давайте работайте по принципу, как потопали, так и полопали. Так не бывает. Ты знаешь, мы можем о истории, там, и Советском Союзе, и капитализме спорить очень долго. Я предлагаю сосредоточиться на том, что нас сможет объединить, сблизить и показать какие-то перспективы. Вот вернемся к базовому вопросу. Что нам делать, да? Вот ты говоришь, если разбудить в неделю хотя бы там 5-10 человек, уже, слава богу, уже какой-то успех. А ты не боишься, что страна просто пройдет некую точку невозврата? Просто демографически мы вымираем бешеными темпами, население стареет. Вот у меня, например, подписчики, да, большая часть подписчиков, это там 40+. У меня там 70% подписчиков по аналитике Ютуба, это 40+, возраст. Наверное, где-то 50%, это 50+. То есть огромная доля людей, которые вот, например, моим контентом интересуются, это люди в возрасте. И как бы молодежь, она политикой мало интересуется, ну или интересуется вот такими вот прям вот дешевыми, желтушными, как какие-то... Среди молодежи тоже всякие бывают, да, но я... Вот в чем выход? Вот мы будем людей для чего? Дальше какие шаги? Вот ты там упомянул молодежь, которая политикой не интересуется. А почему она политикой не интересуется? Потому что 25 лет почти наше государство усиленно создавало народ-потребитель. То есть они делали из людей... Я тебе скажу, что... Вот тут я как раз с тобой соглашусь, скажу более. Где-то с конца 70-х годов эта тенденция пошла. Это еще Брежнев, это Горбачев, да, то есть все там переписали конституцию в какой-то момент, и власть еще в Союзе стала не советская, она стала коммунистической партией, да, то есть была идея, что власть должна быть народная, а потом она должна быть партийная. И вот это вот расслоение между номенклатурой и обществом стало усиливаться, и людям просто говорили, там в Москве сидят такие умные дяди, а вы тут своими делами занимаетесь, вот они там за вас все решат. Вот тут я даже расширю твой тезис, не 25 лет, лет 50 это точно происходит. И наши люди, да, которые еще в перестройку банк с водой заряжали, значит, у телевизоров Закашпировского, там и 90-е, и все вот это, вот до сих пор эта тенденция только набирает обороты. Да, согласен, этот целенаправленный процесс, я его называю, ну, оболванивание, дебилизация страны. Что делать с этим? Ну, вот и пытаться людей тормошить, объяснять, что не надо банки с водой заряжать, потому что вот тогда банки с водой заряжали, сегодня вот тоже проходила буквально накануне информация, что количество обращений ко всяким магам, колдунам, гадалкам увеличилось. Ну, вообще, в такие вот непонятные, сложные времена, спорные люди бегут к магам, колдунам, гадалкам. Почему? Потому что они не хотят включать голову, они не хотят думать, они хотят, чтобы за них подумал кто-то другой, они хотят найти на любой вопрос очень простой ответ. Потому что я приводил этот пример, вот сидит женщина, например, плачет, говорит, вот муж меня бросил, там бла-бла-бла, изменяет направо и налево, и вот ты смотришь на эту женщину и хочется ей сказать, ну, слушай, ну, ты приведи себя в порядок, начни ходить в спортзал, похудей, да, повернись обратно, превратись в женщину, а не вот в эту обобелую, заплывшую жиром гусыню, и тогда, глядишь, мужик к тебе обратно вернется. Но ей не, и она не хочет слышать такую правду, да, ей проще, что вот тебя сглазили, вот поэтому он от тебя гуляет, или там муж же пьянится, да, и ходит, жалуется, ой, мне вот на работе проблемы, жена от меня ушла, да ты бухаешь, потому что, но если я ему скажу правду, он обидится, поэтому он идет к магам-колдунам, ищет там простой ответ, но это я вот такое, знаешь, на примитивном уровне примеры привел. Но это как раз самое жизненное, самое понятное, мы и должны говорить на максимально понятном языке. А что касается более каких-то сложных вопросов, там экономика, что-то еще, да, когда сменится политический режим, вот люди тоже не хотят задумываться, почему это происходит. Вот сейчас даже те люди, которые настроены критично к действующему режиму, подавляющее большинство сидят и ждут, да, куда кривая российской мечты вынесет. Ну, может быть, Путин старенький, может быть, он в силу естественных причин нас покинет, да, вот когда-то это случится. Разного рода инфо-цыгане, типа Валерия Соловья, там, генералов СВР подогревают, почему ты считаешь их инфо-цыганами, вкратце? Ну, слушай, потому что, во-первых, сидят, рассказывают какие-то сказки, ни одна из них, кстати, не сбылась, вот. Ну, как же, у Валерия Соловья такие козыри, он же предсказывал, что, значит, начнется какая-то война на западном направлении, вот она началась, правда, он ее предсказывал раз 15, срок все менялся, менялся, но она же случилась. Слушай, ну, вот у меня женщины в семье, они очень любят, например, программу «Битва экстрасенсов», и я все время за ними шучу, я говорю, девчонки, я тоже вам могу предсказать, вот, Паш, я тебе могу предсказать, и оно стопудово сбудется, вот смотри, даю предсказание, которое сбудется, потом скажешь, аудитория сбылась, не сбылась, в комментариях напиши, вот ты сегодня пойдешь в туалет, вот я тебе предсказываю, что это случится с тобой обязательно, вот, и Валерий Соловьев, по большому счету, он дает такие же предсказания, то есть такой капитан очевидность, ну, очевидно, да, что Путин не молодой человек, очевидно, что немолодые люди иногда болеют, у меня у Соловьев. Потому что он уже давно говорил об обстоятельствах непреодолимой силы, намекая на тяжелую болезнь, и там ходили всякие слухи, что же это за онкология. Ну, теперь остается только рассказывать, что это давно не Путин, что это какие-то двойники вечные, везде и всюду, ну, и со всеми остальными моментами. Ну, к сожалению, не только Валерий Соловей, таких людей среди наших с тобой коллег, даже уважаемых мною, огромное количество, Глеб Пьяныч, например, да, журналист НТВ, который вот с февраля месяца предсказывает, что вот Путину осталось, сначала он говорил, до апреля, потом до мая, сейчас он говорит, до сентября, понимаешь, и такие люди тоже. Вот они вклиниваются во всю эту историю. Слушай, они не чувствуют своей ответственности. Вот, мы говорим о том, что надо людей от дебилизации спасать, вытаскивать, ну, уж как у нас получается, а они наоборот, людей, вот, вот, зачем это, вот они понимают, вот как ты считаешь, это целенаправленно, может, они специально отрабатывают такую, есть даже такие, знаешь, конспирологи, которые говорят, что все информационное поле, это один большой матричный спектакль, и все это вообще постанова, может быть, вот это все часть такой игры? Нет, я думаю, они даже не то, чтобы специально, даже не то, чтобы игра, просто вот эти вот люди, Майкл Наки, кстати, туда же я бы его отнес, просто все эти люди уехали и живут сейчас за рубежом, а за рубежом как раз вот там капитализм, там как раз вот такой принцип, как потопаешь, так и полопаешь, да, там не получится, как у нас, зачастую... То есть они за счет мозгов россиян себе просто на жизнь зарабатывают, как бы нормально? Сидят, зарабатывают на жизнь, там зарабатывают себе какие-то просмотры, зарабатывают себе какой-то популярный, их приглашают в какие-то СМИ уже действующие, там зарубежные, в том числе, вот я посмотрел уже, Пьяных изначально выступал как просто, блогер, как просто эксперт его приглашали, сейчас его уже пригласили там на какое-то издание утро февраля, по-моему, у тебя он работает на каком-то украинском уже даже СМИ, на равно как и Майкл Наки, и мы же понимаем, что... Вот ты, вот у меня с ними в любом случае противоречие даже там идеологического свойства, там более фундаментальные, но для тебя это люди в каком-то смысле свои, ты недаром сказал, что ты их там уважаешь и так далее, вот то, чем они сейчас занимаются, вот ты как их считаешь, вот для себя, как ты их определяешь, кто это? Предатели там, заблудившиеся, или это допустимо, ну то есть вот... Не-не-не-не-не-не, тут они так или иначе, они все равно, да, выполняют определенную полезную в том числе функцию, они шатают эту лодку, да, может быть, они преподносят, на мой взгляд, не совсем так информацию, как надо ее преподносить, да, они там зарабатывают на этом деньги, да, в некоторых случаях хай параде, но они не обманывают, они не дурачат население, они, по крайней мере, заставляют людей задумываться, и это тоже помогает, то есть, понятно, что я говорю, правда ее на свете не существует, есть объективность, есть объективная информация, есть не объективная информация, эти ребята, да, они зарабатывают деньги, но при этом они приносят все равно определенную пользу, они помогают шатать население, они помогают отучаться населению от телевизора, даже не от телевизора, от вот этих вот, людей же уже проблема в том, что вот эти вот годы выросло огромное количество людей, которые живут и даже думают лозунги, начинаешь разговаривать с человеком, он реально вот лозунгами из телевизора тебе шпарит и все, причем даже не просто не простые смертные, а в общем серьезные взрослые люди, у меня вот тут коллеги, Коли Ермакову, на эфир приходили там два в общем серьезных человека, один экономист, очень серьезный в городе Екатеринбурге, другой юрист обсуждали там цифровой рубль, а я ради интереса послушал, что они там говорят, слушай, они прям цитировали РИА Новости и Тартас, вот час эфира у них был, они прям цитатами оттуда сыпали, то есть вот настолько, и надо, наверное, пытаться растрясти людей, чтобы сказать, ребята, глинненькие, но жизнь не заканчивается телевизором, равно, кстати, как вот это вот огромное количество народу, которые рассказывают по Дамбили Бамбас, где вы были 8 лет, я все до этого момента удивлялся, я думаю, блин, я журналистом работаю, я столько подробностей про этот Донбасс, не знаю, что там в течение 8 лет творилось, а потом случайно мне на глаза попался художественный фильм Солнце пек, и ты знаешь, я его посмотрел, и я все понял, люди просто цитируют этот художественный фильм, прямо вот, если ты его посмотришь, а потом почитаешь комментарии, которые... То есть это настолько кондовая пропаганда? То есть это просто в виде фильма снята методичка? Да, к сожалению, вот я говорю, людей превратили в потребителей, нам стало наплевать, что происходит у соседа, как мы будем жить дальше. Но это же есть капитализм, так, как его в 90-е нам пообещали. Это не капитализм, это не капитализм, этому есть четкое определение, да, футократия это называется, власть олигархов. Вот, капитализм, это когда ты сам зарабатываешь деньги, это когда у всего есть хозяин. У нас в стране капитализма никогда не было, потому что все, что прибрали к рукам после распада СССР, это все вот так же оно осталось ничейное, бескозное, все вокруг народное, все вокруг ничейное. А что такое капитализм для тебя? Вот можешь дать какое-то более конкретное определение? Ну, слушай, капитализм, предпринимательство, я бы, наверное, это назвал, не капитализм. Но это другое, да, с предпринимательством у нас большие сложности, хотя люди стараются, есть люди, которые стараются, но это не развито, это правда, это правда. Предпринимательская инициатива достаточно сильно заглушена. Опять же, да, в советской, там еще в сталинской экономике там были такие, моменты, типа, человек предлагает инновацию в производстве, ну, например, чтобы удешевить какое-то там производство, он получает премию, условно говоря, 100 рублей, каждому сотруднику в цехе выдают там еще 100 рублей на всех, начальнику завода 50 рублей, начальнику департамента там 20 рублей, и в копилку министра падает 10 рублей, а уже при Хрущеве это все перевернули. Если ты что-то придумал, ты получаешь вот, министр получает вот. И вот до сих пор вот этот вот дисбаланс, ну, да, да, ты прав, в плане развития именно поощрения индивидуальных достижений есть большой перекос, есть большие проблемы. Даже не в этом дело, Паш, я тебя перебью, потому что даже не в этом, вот то, что ты привел пример поощрения денежные, да, они, это тоже уже вчерашний день, вот даже от этого уже мир уходит. Вот смотри, как у Илона Маска, например, работает, он не платит, он же объявил, что изобретатели со всего мира, я готов принимать вас на работу, и он не платит им напрямую деньги, что вот ты-то меня там изобрел какой-то двигатель, я там тебе за это заплатил, он работает совершенно не так, он просто ему дает какой-то конкретный пакет акций, вот, и платит по этим акциям до тех пор, пока этот двигатель летает, то есть он будет летать 20 лет, значит 20 лет ему Маск будет выплачивать за то, что он эксплуатирует его двигатель, да, тем самым он этого сподвигает, этого инженера придумать что-то новое, то есть человек заинтересован, он получает деньги постоянно, он один раз сделал и постоянно с этого получает, вот что в моем понимании, капитализм, все остальное это жалкая пародия на капитализм, а уж то, что у нас-то, у нас никогда его не было, повторюсь, у нас вот этот извращенный какой-то хозрасчет, когда в общем бизнес, бизнесменами у нас считаются люди, которые сидят и пилят бюджет, и без бюджета они никогда ни хрена не создадут, вот, они не умеют по-другому работать, даже вот начинаешь с кем-то разговаривать, тут же задают вопрос, а какой бюджет, я говорю, какой бюджет, давай сначала сделаем, посадим дерево, вырастим, на нем и яблоки, а вот ты, на что ты живешь, у тебя СМИ, у тебя сотрудники какие-то есть? Ну, есть несколько человек, да. Вот, у тебя не бывает там, не знаю, отчаяния, что просмотры скромные, как бы, государственные заказы тебе не светят, как ты вот, с точки зрения хозяйственной жизни, там, быта, как ты вот видишь свои перспективы? Нет, ну, конечно, мне бы хотелось, что бы трогали поменьше нашего брата, вот, потому что, как и ты, выживаем за счет рекламы, за счет того, что приходит от, сейчас практически, очень мало приходит от просмотров с Ютьюба, хотя это тоже, по сути, это такая же рекламная история, то есть размещается, ты знаешь, да, внутри. Ну, и донаты, конечно, от людей. Наших видео, вот донаты, я, кстати, в последнее время не собираю, как только появилась эта история, я никогда их, в принципе, особо не собирал, но как появилась эта история, возникла с иноагентами, я просто закрыл всю эту лавочку, потому что опасно в наше время, ходи, потом доказываешь, что ты не верблюд, ну, стараемся, да. Но тебя пока не признали иностранным агентом. Фу-фу-фу, слава богу, пока не признали, потому что это очень серьезный геморрой, несмотря на то, что некоторые хорохорятся и говорят, о, классно, это вот я попал в список лучших людей, это серьезный геморрой для человека, когда он становится иноагентом, в плане отчетности, в плане передвижений, в плане какой-то деятельности, потому что те же рекламодатели, они опасаются работать с иноагентами. Многие, не все, но многие. Вот. Выживаем, учимся выживать в любых условиях, пока вот выживаем за счет рекламы, но у меня и сотрудники, они работают по такому же принципу, по принципу, да, сколько заработали, столько получили, то есть у меня нет такого, что вот я тебе плачу зарплату, там, условно, там, 50 тысяч рублей в месяц, и все. Когда человек мне задает такой вопрос, а вот давай мне фиксированную зарплату, говорю, хорошо, дай мне тогда гарантию, что, например, в сети ВКонтакте, у меня вот сегодня 50 тысяч подписчиков, там, дай мне гарантию, что через полгода у меня там будет 100 тысяч. Вот. Ты сможешь выяснить на такую цифру? Ну, нет, не смогу. Я говорю, ну, а тогда за что ты просишь денег? Вот. И, как бы, есть люди, которые, да, действительно, понимают и работают. Ну, они заинтересованы в том, чтобы наши СМИ развивались потихонечку, но оно, конечно потихонечку, но оно у нас маленькое, видишь. Вот. Потому что крупные СМИ, ты сам понимаешь, без господдержки сегодня в России построили. Ну, да, да. Говоря более о политических перспективах, как ты считаешь, вот существующая система, к чему идет? Дворцовые какие-то перевороты, социальные взрывы, или же это будет какой-то преемник, вот стратегическое видение твоей ситуации? Я думаю, все равно все закончится каким-то переворотом, преемника не будет, и его не может быть, потому что, если мы вот так почитаем историю, ну, любой преемник, после кого бы он там не пришел, да, ему же надо как-то завоевать политические очки, ему надо как-то очаровать людей, в нашем случае избирателей, каким образом это сделать, объявить охоту на ведьм, то есть свесить все грехи, на кого, понятно, на предшественника. То есть это было всегда и в царской России, это было и во времена Хрущева, Хрущев же первый, да, объявил о развенчании культа личности Сталина. И так вот, если мы посмотрим историю, любой, кто приходил после того или иного царя, он свешивал всю вину за происходящее событие на этого царя, и царь объявлялся плохим злодеем, а этот на коне въезжал в Кремль, его преемник. Поэтому я думаю, тут вариант с преемником исключен, и Путин это прекрасно понимает. С другой стороны, сейчас вот все равно очевидно, да, что там наверху уже началось какое-то бодалово, причем там несколько башен, есть недовольные, те, кто вследствие санкций, ну, вследствие известных событий, случившихся 24 февраля 2022 года, очень много потеряли, они потеряли огромные деньги, и они этим недовольны, там, если какое-то время назад они думали, что все равно когда-то это закончится, то сейчас видят, что они видят, что концом-то пока не пахнет, и тут, да, понятно тоже почему, что есть так называемая партия войны, а им как раз выгодно, чтобы все это продолжалось, они сегодня на этих боевых действиях зарабатывают сумасшедшие бабки, там, ту же Симоньян взять, я думаю, она таких бюджетов никогда в жизни не видела, какие она имеет сегодня, там, славянные, наверняка, и конечно они не заинтересованы, повылезали, вот эти вот там бывшие генералы, там, Картополовы и так далее, понятно, что у них тоже есть какие-то где-то, наверное, свои интересы, начались там какие-то строительства Мариуполя, сейчас ведется, нормальные люди понимают, нафига Казебаян, ну, все равно боевые действия еще не закончены, этот Мариуполь, есть высока вероятность, что его разнесут опять в щепки, зачем туда тратить деньги, но кто-то на этом зарабатывает, и понимая, да, что это Мариуполь рано или поздно разнесут в щепки, можно строить без ГОСТов, можно строить, грубо говоря, что это дело из говна и палок, и мылить себе деньги на карман, то есть, куча разных интересантов, но я думаю, что рано или поздно это все равно закончится, потому что есть еще такая штука, как экономика, и рано или поздно она просто не издюжит, вот, рано или поздно деньги начнут заканчиваться, ну, как ты себе это представляешь, например, деньги заканчиваются, люди начинают, что, перекрывать трассы, и, ну, то есть, дальше что? Я не знаю, что, может перекрывать трассы, может пойдет кто-то партизанец, может выйдут на митинги, может еще что-то, но я думаю, деньги начнут заканчиваться, мы вот там выше с тобой сказали, вот, это, кстати, работает в плюс, что за 25 лет Владимир Владимирович и его команду умудрились превратить, окончательно превратить российское население потребителей, даже вот сегодня, посмотри, они зазывают на контрактную службу мужчин, но там никто не говорит, да, что, то, что там за родину, за Путина, это в последнюю очередь, говорят, первую, называются какие-то сумасшедшие цифры, что будут такие выплаты, будут всякие выплаты, вот, а где брать, где брать эти деньги, если дыра в бюджете уже 2,5 триллиона, слушай, да, на самом деле у них денег-то, вопрос, вопрос в том, зачем они их хранят, потому что у них неиспользованных остатков, там, по 20 триллионов, они их засекретили, чтобы не рассказывать, сколько там осталось, ну, там, вообще-то там денег много, ты опять путаешь, как и многие, да, их деньги, это их деньги, вот вы к ним не лезьте, понимаешь, они имеют в виду, те деньги бюджетные, свои деньги, ни один из генералов тратить не будет, свои деньги никто тратить не будет, ни один олигарх, свои личные, пусть они сгниют у него где-нибудь в яме, но он не даст отсюда ни копейки, вот, они имеют в виду общие деньги, вот эти общие деньги рано или поздно начнут заканчиваться, первыми под сокращение попадут бюджетники, потому что бюджетников у нас, кстати, не я придумал, есть все эти данные в открытом доступе, у нас сегодня бюджетников почти 35 миллионов человек, из 80 миллионов работающих граждан, представляете, половина это бюджетники, вот, они были нужны до поры до времени, чтобы ходить и правильно голосовать, но сегодня, насколько я понимаю, с выборами уже вся эта история заканчивается окончательно, то есть легитимность никому особо не нужна, то есть до этого Путин старался хотя бы делать, вид легитимности, чтобы на мировой арене выглядеть, как какой-то легитимный лидер, сегодня ему на это нужно все меньше и меньше, поэтому в таком количестве бюджетников государство просто перестанет очень скоро, ну, не государство, то, что мы ошибочно называем государством, как говорит Потапенко, очень скоро перестанет нуждаться, они их начнут первыми сокращать, не начальников, а простых вот этих вот бумажки-перекладывателей, и они останутся без куска хлеба, затем точно так же, сегодня собрали огромное количество, там, призывали этих военнослужащих по контракту, я не думаю, что на всех хватит денег, начнут либо урезать, либо не платить, либо делать так, чтобы не выплачивать, то есть это называется оптимизацией, вот и в конце концов, народ начнет буянить, а кто-то из элит, они понаблюдают за всем этим зоопарком, и потом, как обычно поступят, увидят на чьей стороне сила, скажем так, то есть это будет кто-то из действующих элит, то есть ты не веришь в перспективы какого-то объединения оппозиции, вот почему оппозиция не может объединиться, почему все, господи, только внутри либералов, это значит, певчих, певчих, вместо Волкова теперь, любовь, соболь, оказывается, у них психбольная, ну, короче, вот вечно идет какая-то вот, вот, дележка шкуры неубитого медведя, по той же причине, Паш, потому что каждый сам за себя, в любом стане, если на там, кстати, вот этих вот ребят, певчих, волчих и так далее, я их вообще за оппозицию никогда не считал, там, если и был кто-то идейный, ну, может быть, один Навальный он и был, а идейный, и то очень и очень относительно, вот, а все остальные, я изначально говорил, за что там соратники, сторонники Навального меня не взлюбили, я всегда говорил, что вся его команда, это вот точно такие же журналисты, жуки-проходимцы, какие, которым просто не хватило места, скажем там, в единой России, вот и все, вот, я имею ввиду таких каких-то премиальных мест, а вам просто подай, принеси, они не хотели быть, вот поэтому они побежали здесь, стулья позадимали, если бы позвали куда-то в ядро, да на какую-то там ответственную должность, побросали бы и перебежали, потому что точно такие же приспособленцы, и ничем они не отличаются, никакая они не оппозиция, вот, у нас псевдооппозиции очень много, вот, к сожалению, людей, которые выдают себя за какую-то оппозицию, а сами на этом зарабатывают деньги, либо с одной стороны, либо с другой, ну, или просто тупо собирают донаты, как вот сегодня делают бывшие фонд борьбы с коррупцией, его представители, которые уехали за границу, никакой политической деятельности они там не ведут, они нас создавали много-много-много разных ютуб-каналов, там телеграм-каналов, чего-то еще, и тупо сидят, рубят бабло. Ты посмотри любой эфир любого из бывших сотрудников ФБК, полчаса они сидят, рассказывают, как им задонатить, потом 10 минут по теме, затем отвечают на вопросы, напоминая, что им опять надо задонатить, вот и вся их деятельность. Поэтому, ну, с такой оппозицией, с кем тут объединяться? Хорошо, ты себя в политике не видишь? Нет, не хочу. При каких условиях можно к тебе прийти и сказать, Саша, ты честный парень, есть возможность что-то изменить, вот чем бы ты занялся? Вот если бы в стране что-то изменилось, и появились бы настоящие партии, вот чем бы ты занялся? Ну, ты знаешь, тем же, чем, наверное, и занимаюсь, потому что наша профессия, она всегда пригодится. Вот, для того, чтобы любой, кто рано попадает куда-то там наверх, он рано или поздно начинает бронзоветь, любой. У меня есть живые примеры перед глазами, в свое время у меня был друг детства, мы с ним вместе учились в Суворовском училище, мы дружили там, мама, не горюй как, потом он героем России, он бывший военный офицер, воевал на Северном Кавказе, получил там звезду героя, причем заслуженно получил, и когда уже вышел на пенсию, но он по ранению, он остался без одной ноги, вышел на пенсию по ранению, естественно, как герои, его начали всякие разные политические партии тягать, сначала просто возили, как такого свадебного генерала показывали народу, а потом решили, а почему не воспользоваться, он герой, он с харизмой, он там боевой офицер, вот втянули его в политику, и вот он настолько туда втянулся, и настолько оторвался от земли, что сегодня мы бывшие друзья, очень близкие друзья, сегодня мы с ним просто перестали общаться, мы просто перестали даже понимать друг друга, там доходит до того, что как-то я ему позвонил, у нас умер бывший начальник училища нашего Суборовского, и я ему говорю, слушай, парни попросили, ребята, сделать там небольшой сюжет об этом, что вот, ну, о человеке, хороший мужик был, я вот ему позвонил, я говорю, слушай, Миш, дай мне это самое, комментарий, просто пару слов скажи об этом генерале, он отказался, потому что начал нести какую-то ахиню, в серии, что вот, ты же, у нас там пятая колонна, вдруг это где-то там появится, где не надо, ну, то есть, у людей мозги становятся на бикрень, поэтому политики-то так всегда было, есть и будет, каким бы хорошим, да, каким бы изначально порядочным человек не был, но попадая в эту систему, он начинает ломаться, поэтому я думаю, наша с тобой профессия, я думаю, для тебя это уже тоже профессия, да, стала, она пригодится, и будет нужна еще долгие-долгие годы, как-то так. Окей, блиц, блиц вопросики, можешь отвечать быстро, можешь отвечать не очень быстро, как ты считаешь, когда мир, мир будет, когда ждать мира? Ну, я думаю, что в 24-м году все-таки это случится, потому что и все, и все устали, во-первых, от этого, и силы на исходе, и, в общем, деньги тоже имеют свойство заканчиваться, я думаю, что к 24-му году все это должно завершиться. А почему же не в этом году, до президентских выборов в России, до президентских выборов в Америке, почему не сейчас? Сейчас еще слишком много заинтересованных лиц, которые на этом зарабатывают, они не хотят отказываться от вот этих вот денег, там идет такой серьезный распил, и пока еще есть что пилить. Вот когда уже пилить будет нечего, тогда начнет работать здравый смысл, а пока есть бабло, это будет продолжаться. Как жителям России и Украины снова найти общий язык, стать братскими народами, добрососедство наладить? Я думаю, время лечит, я думаю, со временем, причем времени очень много не потребуется, как некоторые говорят, там сто лет пройдет, и нет, со временем просто тайная станет явным, очевидные вещи вылезут на поверхность, мы поймем, что, в общем, и их, и нас одинаково развели, кукловодные. Олигархи. Ну, не олигархи, скорее, политики в большей степени, я бы сказал, просто у нас в стране, у нас в нашей стране все перепутано, олигарх это все-таки человек, который больше к бизнесу имеет отношение, политик, это, в моем понимании, любой политик, это прохвост, проходимец, политики, как пепелильщики, вот они... Окей, три главных причины, почему Россия не развивается, три главных препятствия. Лень, подавляющего большинства населения, глупость, тоже огромного количества людей, нежелание вообще думать, и... вот это вот наше излюбленное, переложить ответственность на кого-то другого. То есть, пускай работает Махмуд, ему полезен труд. Подавляющее большинство людей сидят и ждут, чтобы кто-то за них пришел и сделал. Вот почему... Знаешь, все-таки моя основная профессия, это школьный учитель. И я должен сказать, что вот те вещи, о которых ты говоришь, это вопросы, в первую очередь, в системе образования. Они у тебя настолько важны, вот по общению, они настолько важное значение в твоем, в твоей картине мира занимают. Тебе надо быть не просто журналистом, тебе надо какой-нибудь институт журналистики возглавить в прекрасной России будущего, чтобы вот готовить, готовить, а не просто рассказывать. Давайте живем, Паш, до этой прекрасной России будущего. надо готовиться, надо готовиться заранее. Прекрасная Россия будущего для тебя, она какая? Отберем у Навального этот термин. Вот для тебя, прекрасная Россия будущего, это что? Ты знаешь, у меня, я говорю, у меня обычные общечеловеческие ценности, которые мне интересны. Чтобы человек, да, вот он не жил, а не выживал, а жил. Чтобы он появлялся на этот свет, чтобы получать удовольствие от жизни. Значит, работаешь, получаешь за это, развиваешься, получаешь за это, то есть пользуешься всеми теми благами, которыми пользуется весь цивилизованный мир, а не так, что один с ложкой, один с ложкой, семеро с ложкой, к сожалению, как у нас. Я вот за такой мир свободных, нормальных, удовлетворенных людей, которые не переживают о завтрашнем дне, которые живут спокойно, уверенно, и друг другу улыбаются. Я просто не знаю, как это вот объяснить на пальцах. Как собака, понимаю, сказать не могу. Страна, где человеку вольно дышится. Ну да. Как в той песне, где так вольно дышит человек. Как много в тебе от лучших годов Советского Союза. Слушай, что тебя беспокоит сейчас больше всего, учитывая, что тебя еще и по судам таскают? Больше всего меня сейчас заботит будущее моей дочери. Вот что меня беспокоит. Я там два года назад наконец отцом стал, причем таким старородящим отцом. У меня первый ребенок появился только сейчас. И для меня мир сразу перевернулся. Потому что появился человечек, появилось в моей жизни что-то, чего я раньше не знал. И я очень хочу, чтобы моя дочь жила счастливым человеком. Как раз вот к тому моменту, когда она выросла, она оказалась в той самой прекрасной России будущего и не сталкивалась с той горой проблем, с которой пришлось сталкиваться нам с вами, нам с тобой, а мы с тобой примерно ровесники. И я думаю, я вот всю жизнь жил в эпоху каких-то кризисов. Когда я был совсем маленький, развалился Советский Союз. А потом случились 90-е годы. Потом был кризис 98-го. А потом был кризис 2008-го. Потом кризис 2014-го. Сейчас вообще полный... То есть я всю жизнь живу в эпоху каких-то кризисов. Коронавирус не забудь. А коронавирус... Да там, если так вот повспоминать, эфира не хватит, все вот эти геморрои перечислять. И мне хочется, чтобы вот эти вот кризисы на мне закончились, а мой ребенок пусть уже просто... Я уже за него выстрадал. Все это... Она пусть живет по-человечески. Во что верит Александр Романенков? В себя. В себя. В свою семью, в своих друзей. И, к сожалению... Все. Окей. Если бы ты сейчас смог обратиться к каждому жителю нашей страны, ролик набирает 146 миллионов просмотров, что бы ты сказал россиянам? Ребята, давайте жить дружно. Ну, а если серьезно, будешь читайте, включайте уже голову, выключайте телевизор, начинайте. Живите своим умом, а не умом там каких-то блогеров, журналистов, политиков и так далее. Начните уже... Просто подойди к зеркалу, посмотри на себя и скажи, я личность. И становись этой личностью, не просто на словах, а становись этой личностью, а надеюсь, живи для себя, живи для своих близких, для своих родных, для своих детей. Меняй что-то. Начни себя... Меняй что-то в себе в первую очередь. И глядишь, что-то может... У всех дружно получится поменять. Дорогие друзья, это был Александр Романенков, канал Реальная Журналистика. Подписывайтесь на Ютубе, подписывайтесь в Телеграме. Узнавайте разные грани ситуации и отслеживайте мнения интересных людей. До новых встреч, Саш. Пока-пока.